Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу прочитать две сказки. Вот первая называется «Что медведь шепнул на ухо». И с ней очень хорошо сочетается другая сказка «Зайчишка-трусишка». Первая очень короткая. Сейчас вы увидите сами. Шли два друга лесом. И видят, вдруг медведь. Один в страхе забрался на дерево. И спрятался в листве. Другой остался перед медведем безо всякой защиты. Упал на землю, словно мертвый. Слышал он как-то, что медведь не трогает мертвое тело. Вот и решил притвориться. Подошел к нему медведь. Обнюхал грудь. Потом голову, нос и уши. А путник затаил дыхание. Лежит. Не движется и не дышит. Медведь подумал, что он и прядь мертвый, и оставил его в покое. Ушел медведь. А вот второй-то путник с дерева слезает, бежит к приятелю и спрашивает. «А что он тебе на уху-то шептал?» «Ну, это невеликая тайна». Медведь сказал, «Не водись с человеком, говорит, который при виде опасности думает только о себе, а друга в беде оставляет». Вот повторю еще раз эти слова. «Не водись с человеком, который при виде опасности думает только о себе, а друга в беде оставляет». Вот такая заповедь, я думаю, что для всех нас. А теперь, друзья, будет следующая сказка. Называется она «Зайчишка-трусишка». У Зайца было много детей. Каждый Зайчонок имел свое имя, и имена эти отражали характеры Зайчат. Некоторые звери уже до рождения детишек давали им имена, но Зайц так не делал. Он считал, что имя уже есть у каждого, но оно никому не известно до поры, до времени, пока оно не проявится в характере у ребенка. Возможно, поэтому в семье Зайца был сынок, зайка-объедайка, а дочка – зайенька-пайенька. Был Зайчонок-поэт, а одного звали Зайчишка-трусишка. Звали его так не потому, что он боялся больше остальных, а потому, что закрывал лапками глаза, чтобы ничего не видеть, и прижимал уши, ну, чтобы ничего не слышать, когда становилось страшно. Все Зайчата посмеивались над ним. Только папа относился к этому очень серьезно. Он говорил строго, «Разве можно закрывать глаза и уши?» Так же ничего не видно и не слышно. «Всем страшно, но нужно внимательно наблюдать за опасностью, а не зарывать голову в песок или бежать, куда глаза глядят». Зайчишка-трусишка соглашался с папой Зайцем, но все равно не мог ничего с собой поделать. Привычка. Однажды нашел Зайц. Папа большую яблоню со спелыми яблоками. Плодову было так много, что на половину зимы бы хватило. Но, к сожалению, яблоня располагалась очень далеко от домика Зайцев, на другом краю леса. Одному с яблоками никак ему было не справиться. И тогда решил Зайц взять с собой старших детушек. Развлечения для них и помощи родителю. Был среди них и Зайчишка-трусишка. Поскольку путь далекий, папа строго-настрого наказал всем слушаться, не шуметь и в стороны не разбегаться. Пошли они самой безопасной дорогой. Не широкими тропами, по которым лисы и волки ходят, и не чаще, дремучей, где змеи и ужи обитают. А пошли они узенькими тропиночками, по которым только мелкие, мирные зверушки бегают. Пап шел впереди, часто останавливался и прислушивался. Зайчишка смотрел по сторонам и нюхал воздух. За ним шли Зайчата. Зайчата посмеивались, видя, как осторожничает их отец. Им казалось, что он зря так всего опасается. Ведь кругом такой тихий и спокойный лесок. «Осторожность, не трусость!» Заметил Зайц с шепотом. «А безрассудство, не смелость!» Добавил он наставительно. Зайчата продолжали потихоньку хихикать. Не смеялся только самый старший Зайчонок, который шел последним, и так же, как и папа, прислушивался и принюхивался. Наконец, дошли до края леса, где росла яблоня. Она стояла немного отдельно от других деревьев. Именно поэтому была она большая и ветвистая, и яблоки на ней были крупные и спелые. Зайчата была бросились собирать яблоки, но папа их остановил. «Куда лезете?» Сказал он сердито. «Сидите в кустах и не шумите, пока я все не разведаю». И, обойдя несколько раз вокруг яблони, хорошенько все рассмотрев, Заяц подскакал к кусту, где сидели зайчата, и громко сказал. «Можете выходить, все в порядке, но только не слишком шумите». Зайчата высыпали на полянку, стали собирать яблоки. Они брали упавшие на землю яблочки, складывали каждый в свой мешочек. Папа впервые взял детей с собой. Обычно он один добывал еду, поэтому все очень старались, изо всех сил набивая полные мешки. Старался и зайчишка-трусишка. Работать было весело, и зайцы так расшумелись, что не заметили далекого лая собак. Даже папа-заяц его не ослышал. Так сильно галдели зайчата. Но вот вдалеке раздался выстрел. Все замерли на секунду и бросились в рассыпную, куда глаза глядят. — Стойте! — закричал папа-заяц. — А ну, все живы ко мне! Услышав строгий папин голос, зайчата вернулись. — Слушайте меня внимательно, — заговорил папа-заяц, как только все зайчат собрались вокруг него. Это охотники. Если хотите, чтобы охотники вас не поймали, нужно быть хитрыми и смелыми, а не бросаться в разные стороны. — Куда побежали-то? — Так страшно же! — заметил один зайчонок, озираясь по сторонам. — Конечно, страшно, — согласился папа. — Но нужно знать, где опасность, чтобы бежать от нее, а не к ней. — А вы-то знаете? Никто из зайчат не знал. — Вот и я не знаю, поэтому слушайте меня. Сейчас все внимательно смотрите по сторонам. Кто заметит опасность, пусть скажет мне. И, как я скажу, побежим в другую сторону. А сейчас бояться нечего. Выстрел был далекий. Всем понятно? — Да, — ответили зайчата и затихли. Было слышно, как где-то вдалеке лают собаки. Зайчата слушали и смотрели по сторонам, как учил их отец. Наконец, на другом конце поля стало заметно несколько собак, выскочивших из леса. Оттуда же доносились и выстрелы. — Опасность там, — сказал папа-заяц. — Значит, бежим вглубь леса до ручья, а потом пойдем по ручью, чтобы не оставлять запаха собакам. У нас много времени, так что не суетитесь. Опять раздался выстрел, и зайцы бросились улепетывать. Когда отбежали довольно далеко, заяц папа заметил, что одного зайчонка нет. — А где зайчишка-трусишка? — спросил он у старшего зайчонка. — Не знаю, — ответил тот. — Я его не видел. — Веди всех к ручью, — скомандовал папа. — А потом я к вам присоединюсь. Если меня долго не будет, не ждите. — Идите по ручью к дому. Сказав так, заяц развернулся и бросился со всех ног. Яблонь. Он отчетливо слышал приближающийся лай собак и очень торопился. Наконец он добежал до яблони. Собаки были совсем близко. Они внимательно все осматривали и обнюхивали. Заяц стал искать зайчишку-трусишку и вскоре нашел его под кустом. Заячишка лежал на земле, зажмурив глаза и закрыв уши руками. Конечно, он не слышал, что говорил заяц с зайчатом и не видел приближающихся собак. Папа заяц подошел к нему и схватил за ухо. Зачонок испугался и бросился было бежать. Но папа шепнул ему на ухо. — Не бойся, это я, хотя собаки тоже уже близко. Ты чуть не погубил себя. Теперь слушай меня внимательно. Будем уходить тихо-тихо. Но договорить он не успел, так как из-за ближайших кустов выскочила огромная собака и бросилась к ним. — Бежим! — крикнул папа заяц, и они устремились вглубь леса. Зайчишка-трусишка мчался изо всех сил, не разбирая дороги, и не зная, куда он вообще бежит. Сердце его бешено колотилось от страха, а лапы постоянно путались. — И куда мы бежим? — услышал зайчонок удивительно спокойный голос папы. — От собак! — ответил трусишка, задыхаясь. — Ну, собака пока всего лишь одна, и она все равно нас догонит, — ответил папа. Зайчишка взглянул на папу, ему показала, что тот совсем не торопится. — Почему? Догонит. — Потому что, хоть и бегаем мы быстрее, но собака-то вынасливее не имеет чутки нюх, она нас найдет. От страха зайчишка остановился и закрыл уши. — Почему же ты так спокойно об этом говоришь? — спросил он у папы. — Неужели тебе не страшно? — Страшно, но я не хочу прятаться от страха. — И нас, нас иначе точно поймают. И мы можем все-таки спасти весь. Как? Как? Это сложно, по крайней мере, для тебя. Но если сделаешь все, как я скажу, спасемся вместе. — Я, я постараюсь, — как можно увереннее, — ответил зайчишка, открыл глаза и поднял уши торчком. — Бежим! — скомандовал папа-заяц. И трусишка устремился за ним. Зайцы выбежали на полянку, запрыгнули на большой пенек. Значит так, как я скажу, беги, беги, ты сразу налево в лес со всей мочей. По лесу беги не просто так, а выбирай путь по извилистей, чтобы след запутать. Я побегу направо. Мы обежим еловую чащу и выйдем к ручью. Там и встретимся. А пока стоясь, смотри в оба глаза. В ту же секунду, как заяц закончил говорить, из леса выскочила та самая собака. Она шла по запаху, оставленному зайцами. Увидев зайцев, сидящих на пеньке, собака бросилась к ним. Она подбегала все ближе и ближе. Зайчишки, трусишки, и становилось все страшнее и страшнее. Он хотел броситься бежать или закрыть глаза и прижать уши. Но он вспомнил, что папа строго-настрого наказал ему внимательно следить за собакой и сидеть на месте и ждать команды. Когда до зайцев оставался один прыжок, папа скомандовал, и зайчишка-трусишка бросился, как ему говорили, налево, а папа-заяц направо. Зайцы так неожиданно разлетелись в разные стороны, что собака не успела решить, за кем же из них бежать. Пока она думала, зайцы уже скрылись в лесу. Поняв, что ее обхитрили, собака стала нюхать следы. Но следы шли как направо, так и налево. Закрутившись на месте, собака совсем запуталась. Тем временем зайчишка-трусишка бежал к ручью, старательно путал следы, выбирая дорогу более сложную для собак. У ручья он светился с папой-заяцем. «Пойдем теперь по воде, так мы окончательно собьем их со следа». И они пошли по ручью и догнали остальных зайчат уже у самого дома. Звуки охоты остались далеко позади, и вскоре все благополучно добрались домой. Как только зайчат почувствовали себя в безопасности, они начали ругать зайчишку-трусишку за то, что он чуть не погубил себя. Зайчишке-трусишке было очень стыдно, и он хотел было опять спрятаться ото всех. Но папа-заяц, проходя мимо, спросил у него. «А ты не рассказал еще, как мы с тобой обвели вокруг носа огромного охотничьего пса?» Услышав такое, зайчат у рты пооткрывали от удивления? «Нет», – робко, – ответил зайчишка-трусишка. «Так расскажи!» «Только благодаря твоей смелости мы спаслись, иначе нас уж схватили бы!» При этих словах девочки-зайчата сели на пол от неожиданности, а маленькие зайчата спрятались за маму. Все зайчат с восхищением смотрели на зайчишку-трусишку и просили его рассказать об этой истории. «А как же так получается?» – удивленно спросил зайчишка-трусишка у папы-зайца. «Я перепугался больше всех, а меня можно считать героем?» «Так, герой, не тот, кто боится, а тот, кто может побороть свой страх. Ты сумел побороть страх и не только сам спасся, но и меня спас. Надеюсь, после этого случая ты отучишься от привычки закрывать уши и глаза», – рассмеялся папа. «Я вот возьму веник», – вступила в разговор мама-заяц, «и дам по одному месту и герою, и его папе, чтобы в следующий раз не уходили далеко от дома». «Больше не будем», – сказал папа, обнимая разволновавшуюся жену. Тут он взглянул на зайчишку-трусишку и заметил, что он опять закрыл по привычке глаза, прячась от маминого веника. Это заметили и другие зайчат, и все рассмеялись. А зайчишка-трусишка смеялся громче всех. Вот такая отличная сказка закончилась. Я хочу всех поблагодарить, что вы дослушали ее до конца. И призываю вас приходить снова и слушать новые сказки. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok